К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок, два раза больше выбросов в атмосферу, два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Мы сегодня начинаем инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии инженер Анатолий Юницкий разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway – Шаржин. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway – это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. И работа с нашими партнерами удалась. Семь задач спонсора – это научиться правильно ставить цели, как и свои, так и помогать своим партнерам. Создавать книги контактов, потому что это наш основной капитал. Если цели – это наш основной мотиватор, наш двигатель, движитель, можно даже так сказать, наших действий, то книга контактов – это люди, это контакты, с которыми мы работаем. Это, в принципе, наш основной капитал, потому что наш бизнес, он рекомендательный, и без людей мы его построить не можем. Также мы учимся правильно планировать свое время для того, чтобы мы могли успеть все, что нам нужно, все, что мы запланировали. Учимся делать правильные телефонные звонки, правильно презентовать сам проект, потому что мы презентуем и проект, и себя, как партнера будущего, приглашая человека в бизнес. Дальше мы учимся сопровождать, правильно сопровождать человека в этом бизнесе и работать с возражениями. Вот сегодня мы как раз будем рассматривать две последние задачи. Для тех, кто будет первый раз смотреть, я очень коротко пробегусь по первым пяти задачам. То есть постановка целей у нас идет по системе SMART. Это самая правильная и самая, можно сказать, удобная система, потому что каждый человек, ставя свою цель, может проверить по определенным критериям, соответствует ли она этим критериям. То есть цель должна быть конкретная, она должна быть прям проговоренная от начала и до конца каждое слово. Она должна не быть каким-то лозунгом, хочу быть богатым. Можно хотеть всю жизнь быть богатым, но когда у нас нет четкой цели, намеченного пути, по которому мы идем к этому богатству, то мы в принципе и не придем к этому своему конечному результату. Она должна быть абсолютно измеримой. То есть мы должны понимать и видеть себя, может быть, увидеть на том конце, когда мы достигнем этой цели. То есть мы должны понимать, по каким параметрам, по каким качествам, по каким событиям мы поймем, что наша цель достигнута. Поэтому мы их и проговариваем, когда мы ставим цель. Она должна быть абсолютно достижимая. То есть мы учитываем все свои ресурсы, какие у нас есть. Для кого-то это временные, для кого-то, может быть, это энергетические, эмоциональные, финансовые ресурсы. То есть мы их рассчитываем, что хватает у нас этих ресурсов или нет дойти до своей цели. Она должна быть абсолютно реалистичная, еще можно сказать значимая. То есть для вас она должна иметь большое значение. То есть она должна нести что-то в себе, что изменит вашу жизнь, внесет какие-то, может быть, очень сильные, большие, позитивные перемены в вашу жизнь. То есть она должна для вас быть значимой. И точно так же она должна быть определена во времени. То есть мы всегда назначаем конечное время, когда мы хотим, чтобы эта цель была нами достигнута. Тогда она будет, можно сказать, исполнимая совершенно, потому что она будет поставлена абсолютно по правильной системе и соответствует всем пяти критериям. Дальше мы говорили о книге контактов, что мы не только обзваниваем людей, которые у нас есть в телефоне, а мы их даже просто выписываем на какие-то листы. Мы для себя создаем любые списки, какие нам были бы удобны для каждого свои. И здесь вот на слайде приведен просто пример, как пример, как можно вести эту свою книгу контактов. Мне очень нравится, и я всегда советую в обязательном порядке делать заметки, делать заметки до звонка, делать заметки после звонка. То есть либо мы пишем, кто этот человек, и когда мы ему представляемся, мы говорим, откуда у нас его номер телефона, если это незнакомый нам человек. Если это наш старый знакомый, мы говорим, где и когда мы встречались, какие-то события восстанавливаем в его памяти, чтобы он вспомнил нас и чтобы ему захотелось с нами говорить. И всегда после звонка мы точно так же пишем заметки, что мы пообещали этому человеку, что мы запланировали с ним, либо встречу, либо какой-то материал ему прислать. То есть мы ведем книгу контактов и все-все записываем. Это работает намного лучше, чем если мы что-то просто держим в голове и имеем эти контакты у себя в телефоне. Потому что делая первые звонки, иногда мы долго думаем, кому бы первому позвонить. Потому что мы помним, что начинать бизнес вообще и делать свои первые шаги с Робина Новичку очень важно с теми людьми, которые для вас будут легкими людьми. Либо это будут ваши знакомые. Поэтому, когда у вас перед глазами книга контактов, вы сразу глазками видите, ага, да, вот этому я пока не буду, этому не буду, а вот тому, который стоит пятым в списке, вот этому я позвоню. Да, это классный, позитивный человек. Вы сразу настраиваетесь на волну, на его волну. Может быть, вы даже знаете, к какому психотипу этот человек принадлежит. Мы уже тоже с вами знаем, что у нас есть звезды, командиры, дипломаты, аналитики. Да, и мы настраиваемся очень быстро на разговор с этим человеком. Поэтому, когда у вас визуально вся книга, весь список перед глазами, это намного легче. Дальше мы говорили о планировании, что время – это очень уникальный ресурс, который нельзя ни одолжить, ни остановить, ни передвинуть, ни вернуть. Поэтому очень важно планировать, очень важно записывать все свои дела, очень важно планировать не только работу в проекте, свою основную работу, куда мы ходим, но еще и время отдыха, время проведения с семьей. То есть тоже все переносим на бумагу. И таким образом, когда у нас точно так же визуализированы все наши дела, мы тут же видим, что мы делаем первое, что второе, что третье. Я рассказывала, как можно несколько видов вести ежедневников и планеров, так их еще называют. Мы говорили о телефонном этикете, мы помним, что мы делаем небольшой сценарий перед тем, как позвонить, для того, чтобы нас собеседник не мог увести куда-то в другую тему, чтобы мы комфортно могли вернуться все-таки к предмету нашего звонка, почему мы позвонили. Мы, конечно же, человека слушаем своего собеседника, мы, конечно же, проявляем участие, но если у нас есть своя определенная цель, то мы стараемся не пропустить ничего, поэтому мы делаем небольшой сценарий своего звонка, просто пункты. Ни в коем случае не делаем, не прописываем все фразы, которые мы будем произносить, потому что если мы эти фразы начнем зачитывать с листа, мы будем похожи на роботов, это тоже очень неправильно. Собеседник на другом конце провода нас почувствует и раскусит, что мы не искренни, главное быть всегда искренним, главное улыбаться во время разговора, не жевать жвачку, не лежать в это время на диване. Говорить очень четко, чтобы человек нас понимал, не тараторить, но в то же время не растягивать, чтобы не показаться некомпетентным или, знаете, вот я звоню, мне надо позвонить, взять на порядке, но блин, я не знаю, что говорить, но вот я сейчас что-нибудь, чтобы вот такого вот тоже впечатления не создавалось, мы должны быть очень компетентны, мы должны понимать, что мы хотим сказать, как мы хотим сказать. Вот, не забываем, что мы заканчиваем звонок вежливо, даже если нам отказали, потому что отказ это еще не проблема, это не беда, человек обязательно либо сам к нам еще обратится, либо мы заканчиваем разговор, благодарим его и просим у него разрешения, может быть, когда-нибудь ему еще позвонить, либо прислать какую-нибудь информацию. Иногда человек скажет, ну ладно, хорошо, мне пока ничего не надо, но пришлите мне там свой какой-то там ролик, я посмотрю. То есть это уже понятно, что у человека произошла какая-то защитная реакция, что вот он не захотел вас выслушать, но в то же время интерес какой-то он проявил. Вот, поэтому вы с ним расстанетесь очень хорошо и пришлите ему какой-то интересный ролик, возможно, он сам перезвонит. Но если он согласился на ролик, то это дает вам право через какое-то время еще раз позвонить и переспросить, вы ролик посмотрели, да, то есть у вас опять есть причина для звонка, для разговора. Поэтому никогда не ссоримся и, можно сказать, не сжигаем мосты. Мы говорили о презентации, что если мы не специалист, мы приводим человека на презентацию к специалисту, да, или на какой-то вебинар, на какой-то, не знаю, сейчас марафоны у нас. Вот, если мы уже какой-то момент с технологией познакомились, мы уже находимся в проекте, то мы можем делать сами презентации. Презентации у нас есть, можно сказать, согласованные с утвержденными фотографиями, которые мы имеем право показывать. Это фотографии и с наших полигонов, и с наших предприятий. То есть мы можем эти фотографии показывать, они есть в кабинете, мы этими презентациями все пользуемся, да, и делаем из них такую, такого, можно сказать, размера презентацию, такой длины, какая нам нужна. То есть если у нас мало времени, мы можем быстренько сложить все слайды в коротенькую презентацию, то есть что-то выбрать, что-то выбросить, да, такое вот. То есть мы можем играть этими слайдами так, как нам удобно. Главное, чтобы наша презентация соответствовала определенной схеме, когда мы показываем проблемы существующие, когда мы говорим, какое есть решение, то есть с помощью нашей технологии, и как мы можем принять участие вообще в проекте, и показываем, да, инвестиционные возможности, приглашаем людей в бизнес. Вот, естественно, используем всегда, особенно при встречах, личных встречах, используем всю нашу атрибутику. Это очень важно. То есть у нас есть значки, у нас есть визитки, про визитки немножко позже еще поговорим, да, у нас есть свои ручки какие-то, карточки, брошюры. То есть мы все это используем, чтобы это выглядело солидно. Итак, мы переходим к последним двум задачам. Это к правильному сопровождению. Сейчас мы рассмотрим, что такое правильное сопровождение, и как мы можем продуктивно работать с возражениями наших клиентов. Да, я немножечко просто скажу о конверсии. Это тоже очень важно. Это как такой типовой анализ вообще нашей работы, и дальше мы смотрим, можно сказать, математические показатели немножко смотрим, и мы их тогда корректируем. Итак, что такое сопровождение? Сопровождение – это все наши дальнейшие шаги, которые мы делаем после того, когда мы человеку уже сделали презентацию, когда мы поняли, что наш оппонент заинтересовался, да, мы видим все, глаза загорелись, ему интересно. И очень неправильно, если, допустим, мы говорим, вот тебе ссылка на сайт, вот там ты можешь все посмотреть, а вот это тебе ссылка для регистрации в личном кабинете. Это неправильные шаги. Мы предлагаем ему зарегистрировать его в кабинете, даже можно сказать, открываем ему личный офис, где он получает доступ к закрытой информации, которую нет в открытом доступе в интернете. Мы его знакомим с кабинетом, мы его знакомим со всеми пакетами, которые у нас есть. Понимаете, от того, как мы будем делать сопровождение, зависит не только наш успех, но и успех нашего партнера. Насколько мы его сможем правильно ввести в систему, насколько мы ему сможем правильно объяснить все дальнейшие шаги, настолько и успешным станет он, и продвинется его работа. То есть это как раз идет работа на вот этом вот нашем четвертом шаге, когда происходит вовлечение в систему поддержки. Чтобы человек не чувствовал себя брошенным, мы ему дали классную информацию интересную, и мы не можем сказать, ну теперь копайся, потому что это единицы, которые скажут, так все, мне больше ничего не надо, я дальше буду сам. Я была одна из таких, потому что меня проект заинтересовал, я действительно очень много-много сама искала информацию, то есть я сама с кабинетом знакомилась. Даже вот моя партнер, можно сказать, мой первый партнер, первая моя подруга, которую я пригласила в бизнес, я ее пригласила буквально через, ну не знаю, 20-30 минут, после того, когда я узнала, что есть такой проект. Да, я уже рассказывала, что мы с ней вместе изучали, но я ее позвала и сказала ей, ты знаешь, я не могу себя назвать даже новичком, потому что я еще даже не зарегистрировалась, но меня это заинтересовало, и давай будем вместе разбираться. И мы действительно шли вместе, да, то есть мы все, все полностью копали вместе, и мы, можно сказать, друг друга учили. Если же мы приглашаем человека, позиционируем себя как уже партнер, который работает, у которого есть структура, естественно, мы его не бросаем, мы точно так же профессионально делаем это сопровождение, обведем человека, чтобы он не чувствовал себя брошенным, и чтобы он, так сказать, не остыл. Потому что если вы бросаете человека, и, допустим, если вы оказываете ему поддержку в течение первых 24 часов, после того, когда он просмотрел вебинар, презентацию, вообще познакомился с проектом и проявил интерес, заинтересованность, если в первые 24 часа вы ему оказываете поддержку, то 70% это человек будет у вас в структуре, то есть 70% успеха. Если вы ему перезваниваете на второй, четвертый день, этот процент уже очень падает, человек остывает, он что-то новое где-то увидел, может быть, а может быть просто перегорел, и говорит, да ладно, я потом. То есть процент падает, что этот человек станет вашим партнером, он уже спускается, становится 23%. И если пятый, седьмой день вы ему звоните, помнишь, неделю назад я там тебе присылал, там или ты посмотрел, то это всего лишь 7%, что он останется вообще в проекте. То есть люди остывают, они и остывают, что они теряют интерес, потому что перегорают, и за это время они могут найти что-то более интересное. И это самое обидное, мы тогда себя корить будем, потому что, я думаю, у нас у многих, особенно на начальных этапах, такие моменты были, когда ты упустишь какого-то человека, забудешь про него, или там, может быть, он как-то недостаточно провел себя, там, может быть, где-то какие-то возражения у него были, а вы посчитали, что это были какие-то глупые возражения, вам стало обидно, вы ему неделю не звоните, а потом звоните, он уже в другом проекте, а его кто-то уже пригласил, рассказал точно так же, ему стало интересно, но его не бросили, сделали хорошее сопровождение, помогли ему на первых этапах, и все, он ушел в другой проект. Поэтому, чтобы этого не происходило, мы просто делаем шаги, можно сказать, правильно, все последующие свои шаги. То есть, что входит в этот четвертый шаг, чтобы мы были профессионалами. Еще раз говорю, если мы новичок, и мы только-только вот сами вошли в проект, мы еще сами всего до конца не знаем, мы привлекаем своего пригласителя, своего спонсора, он нам помогает, потому что у нас есть человек, которого мы можем пригласить, но у нас еще недостаточно знаний, поэтому мы приглашаем спонсора. Но вот главное, что мы показываем человеку, то есть мы его знакомим с кабинетом, с его разделами, рассказываем, что в каком разделе есть, что можно найти, там, где новостной, где новости, где документы есть какие-то, потому что для многих это важно. Опять-таки мы смотрим по психотипу человека, мы понимаем, на какие разделы мы больше обращаем внимание. Если это дипломат, мы обязательно показываем, что здесь есть документы, в этих документах вы можете там найти тут и тут и тут и тут. Дальше мы знакомим с маркетинг-планом, который мы тоже сами должны знать, и хорошо бы, если бы мы знали бы эти все проценты наизусть. Те, конечно, кто давно уже в проекте, те хорошо знают. Говорим о конкурсах, о наградах, то есть мы говорим о том, как можно здесь заработать, какие здесь плюсы, какие призы, какие поездки. Это тоже очень многих может заинтересовать, особенно звезд, которые любят награды, которые любят конкурсы, которые любят внимание, общение, когда это будут какие-то поездки, знакомство с новыми людьми, то есть для них это очень важно. Обязательно знакомим, где у нас находятся наши реферальные ссылки, для того, чтобы они могли пригласить своих партнеров. Знакомим мы с платежными системами, сами в них очень хорошо разбираемся, потому что это большая проблема для тех, у кого начинает что-то зависать, где-то не проходит платеж. Они начинают нервничать, они начинают переживать, и сразу у них сеется сомнение, да что это такое, вот как только к деньгам, так вот что-то не получается, да тут, наверное, какие-то махинации. Мне очень часто звонят, и даже вот и моя структура, и как куратору Латвии, когда у нас там, допустим, какие-то технические работы идут, и хоп, платежные системы не работают, ни одна не работает, сразу шквал звонков, что там происходит, почему, да, то есть мы всегда должны быть в курсе. Поэтому как эти системы работают, нам тоже нужно самим знать и доносить до людей, что ситуации бывают разные, у нас очень часто бывают профилактики, иногда меняются, заканчивается договор с одной платежной системой, заключается с другой, может быть, что-то какие-то более выгодные условия, конечно, там бывают такие вот сбои. Но это тоже нужно доносить до людей, чтобы они не впадали в какую-то сразу панику, да, что это все нормально. Дальше информацию мы берем с официальных каналов наших, да, у нас и на Фейсбуке есть официальный канал, и там группы есть у нас, и в Инстаграме, и, по-моему, даже и в Одноклассниках есть, мне кажется, там и ВКонтакте, везде, во всех уже соцсетях у нас есть официальные группы, есть официальные Ютуб-каналы, есть канал Анатолия Юницкого, сайт Анатолия Юницкого, вот, наш SkyWall Community есть, то есть информацию берем только отсюда, там очень много и текстов, очень много роликов, ничего сами не придумываем, да, здесь вся самая достоверная информация. Посещаем сайт Юницкого, он тоже очень интересный, Юницкий инженер, раньше он по-другому назывался, сейчас называется Юницкий.Инженер, если вы введете эти слова, у вас сразу выйдет твой сайт. То есть на четвертом шаге мы делаем вот это все, вот эту всю информацию нам нужно знать и знакомить нашего уже партнера полностью с кабинетом и с его структурой и с его возможностями. Ну, какие стратегии наших успешных действий? То есть мы держим линии связи открытыми, мы всегда доступны для наших новых партнеров, они всегда могут к нам обратиться, мы отзываемся и не забываем, что мы не только со своей первой линией работаем, мы работаем и со второй, и с третьей. Это три линии, это в обязательном порядке мы поддерживаем, да, дальше уже мы учим своих партнеров делать точно такую же профессиональную поддержку, сопровождение, да, чтобы вглубь. Но если кто-то из глубины нам звонит, мы открыты, мы все равно помогаем, это наша структура. И если кто-то, мы тоже знаем, да, что есть там определенная иерархия, и мы можем ответить, почему вы не позвонили своему спонсору, ну, лучше, если мы будем отзывчивыми, открытыми, не будем вредничать, да. Если мы обещали что-то партнеру отправить какую-то информацию, мы обязательно это делаем. Если мы не обещали, но давно не общаемся со своим партнером, что-то он затих, мы можем ему какую-то новую информацию отправить, какой-то новости пришли, вышли новые новости, мы ссылочку ему отправляем. Поверьте, очень много бывает людей, которые не следят за новостями, они совершенно не следят за новостями, они не открывают кабинет, допустим, каждый день, потому что у них есть основная работа, у них, допустим, есть какой-то пакет на выплате, они примерно знают, в каких датах у них идет очередной платеж, и они не открывают кабинет и не смотрят, какие новости. Поэтому, если вы им где-то в другом мессенджере пришлете ссылочку, это тоже будет польза, потому что особенно, когда у нас идет смена этапа, которых мы сейчас, допустим, ждем, да, или вот как сейчас у нас 1 сентября будет меняться дисконт на наши самые лучшие на сегодняшний день пакеты, да, они у нас вот сейчас, потом позже покажу. Вот, да, когда вот такие вот приходят какие-то моменты, в обязательном порядке присылайте какую-нибудь ссылочку, какую-нибудь информацию. Естественно, мотивируйте на последующие сделки, рассказывайте о том, что у нас есть пакеты для детей, когда взяли основной какой-то пакет для себя, допустим, партнер взял, да, он уже его выплачивает, но расскажите ему еще раз, напомните о том, что у нас есть пакеты для детей, что это тоже очень выгодное вложение, очень хороший подарок ребенку к совершеннолетию. То есть постоянно мы об этом помним, напоминаем, да, вот. Ну, естественно, берем контакты, то, что вот мы говорили, когда создаем книгу контактов, мы всегда просим контакта, мы всегда мотивируем человека, давай вспомни своих каких-то там активных людей, давай мы им вместе позвоним, давай мы их пригласим на какую-то встречу, да, мы, возможно, даже своими такими подталкиваниями, да, мы ему можем напомнить о ком-то, о ком он уже забыл, да, подтолкнуть его к тому, что он вспомнит каких-то интересных людей, скажет, ой, слушай, точно, действительно, я как-то забыла, у меня же есть, там, точно, я вспомнила человека, которому можно позвонить, ему наверняка понравится, да, поэтому не стесняемся так, таким образом работать, вот. И очень важно, когда вы о чем-то договариваетесь, и клиент вам говорит, ну, хорошо, я подумаю, я посмотрю, я тебе перезвоню, лучше перезвоните сами, не оставляйте это так, очень часто бывает, что человек вам не перезвонит, именно потому что либо забудет, либо перегорит, либо еще что-то произойдет, вот, поэтому они обычно не перезванивают, поэтому перезванивайте, и нужно сопровождать. Вот я специально на слайд поставила такую картинку, если поставить полную лейку рядом с цветком, то цветок завянет, потому что от того, что есть рядом вода, цветку от этого лучше не становится. А вот если мы будем его поливать, естественно, он будет расцветать. То же самое мы можем сказать про сопровождение нашего клиента. Если мы его поливаем, если мы его поддерживаем, сопровождаем, то он будет расцветать, и его бизнес будет расцветать, и он достигнет успеха, и вместе с ним, и мы достигнем успеха. Вот, сохраняйте контакты теплыми. Вы знаете, у нас есть ведь общение, у людей есть интересы, кроме нашего проекта, и старайтесь общаться с этими своими партнерами не только о проекте, а о каких-то, может быть, их увлечениях, их интересах, о их хобби каких-то. То есть пусть в общении не будет только Skyway, да. Мы, например, со своей структурой выезжали, делали такие выездные экскурсии. У нас есть один организатор, который с удовольствием заказывал автобус, и мы выезжали, допустим, по весне, когда цветет сирень. Мы делали пикник какой-то, да, мы на берегу озера могли делать пикник там по дороге, мы ездили в музей Минхаузена. То есть мы проводили вместе время, но не зацикливались только на информации о проекте. Мы также можем просто в личных контактах делиться какой-то информацией, которая будет очень полезна нашему партнеру. То есть мы знаем, что у него есть какое-то увлечение. Мы знаем, что, ну, к примеру, он собирает монеты, вдруг мы узнали, что будет выставка какая-то, и там будут выставлены редкие монеты. Мы ему об этом сообщим, мы его пригласим на эту выставку, да, или мы просто сообщим им о том, что есть выставка там, либо мы можем на какие-то праздники в обязательном порядке отправлять им какие-то смс, какие-то поздравления. Только ради бога не делайте копипесты или вообще-то как в WhatsApp, просто переслать какую-то картинку, где даже сверху горит, и видно, что вы ее просто переслали. Да, не делайте таких холодных открыток, холодных смс-ок, лучше напишите пару теплых слов, да, оставайтесь именно в теплом контакте с этим человеком, проявляйте искренний интерес, чтобы это шло вот от души. И вот тогда вот ваша стратегия, которую вы выработаете, ваши изюминки, ваши фишечки какие-то, да, оно будет вас отличать от других, оно будет притягивать, оно будет примагничивать людей к вам, потому что вы не будете стандартным каким-то, стандартным холодным пригласителем, который просто вот приглашает в бизнес. И знаете, очень часто, когда идет такой человек, как робот, приглашает нас куда-то, у нас же сразу какой-то внутренний протест включается. Мы же это чувствуем, что человек не искренний, человек просто понимает, что вот еще один объект, на котором можно заработать деньги, да, и у нас сразу включается внутренний протест, и мы как бы выстраиваем какую-то защиту. Поэтому постарайтесь растопить этот лед, растопить эту защиту, чтобы человек сам ее убрал, чтобы ему было приятно с вами общаться, чтобы у него не создавалось впечатление, что вот вы от него чего-то хотите, вытащите из него деньги. Следующая наша задача – это работа с возражением. Это такой раздел, знаете, когда человек уже опытный давно в проекте, для него это вообще не представляет никакого труда, потому что мы знаем, что первое, когда мы рассказываем о своем проекте, мы создаем, в этом не о проекте, когда мы только начинаем говорить, когда мы приглашаем, мы создаем атмосферу такую взаимопонимание, чтобы ее создать, вы рассказываете свою историю, либо как вот вы положительно приняли сразу этот проект, либо может быть, как вы отрицательно приняли этот проект, может быть, какие у вас были возражения, и какими аргументами ваш пригласитель смог все это погасить. Когда мы это начинаем проговаривать вначале, не дожидаясь, когда нам начнут возражать, мы сразу, можно сказать, эти возражения минимизируем, как специалист. Когда мы рассказываем ему что-то, чтобы он не задавал какие-то глупые вопросы, мы ему задаем вопрос, правильно ли вы меня поняли. Вот я сейчас сказала вот об этом, вы правильно поняли, вы поняли, что это так? Или может быть вам что-то, ну вот как-то что-то, чего-то не хватило, давайте я, это самое, я вам еще отвечу на какой-то вопрос. Да, то есть вы предугадываете, а сейчас слово потеряла, вы, ну как бы заранее предотвращаете его такие холодные, жесткие возражения, вы просто задаете ему вопросы. То есть у вас идет эта беседа, вот когда у вас есть теплый контакт, вы в этой беседе как раз можете настолько плавно пройти все эти шаги, что у человека и не останется никаких возражений. То есть мы разъясняем, мы уточняем, мы задаем вопрос, правильно ли он понял нас, мы задаем ему закрытые вопросы, чтобы он сказал да или нет. Вы поняли, что вот я имел в виду вот это, вот это, вот это, вот это, вот так меня поняли? Да, я так вас понял, да. То есть мы, можно сказать, когда мы делаем эту профессиональную аргументацию, мы минимизируем возражения, потому что очень часто у нас люди первое возражение вот такого типа, как там у меня нет денег, у меня нет времени этим заниматься, мне друзья засмеют, мне жена не согласится. Это возражение, это есть рефлекс защиты, это первая рефлекторная такая, можно сказать, реакция. Мы можем на это вообще не обращать внимания, мы можем не останавливать свой рассказ и говорить, ну как же у вас нет времени, да вот, не дай как же, да это же так мало времени займет. То есть все, вы потеряли ниточку, вы о чем-то рассказывали, рассказывайте дальше, ну хорошо, нет времени заниматься этим, ну сейчас-то у нас есть, у нас сейчас идет беседа, сейчас-то вы нашли время для меня, послушайте уже меня до конца, да, потом мы поговорим о том, где вам взять время, да, или, или, или таким вот образом. То есть вот эти вот первые такие возражения, это рефлекс, не пугайтесь, не бойтесь, особенно если у вас говорят, у меня нет денег, вы говорите, дорогой, так я же как раз тебе и хочу рассказать, где ты можешь взять эти деньги, да. Для этого мы тоже используем основные поблуждающие факторы, да, выясняем вот какие у человека, только то, о чем мы уже тоже на двух предыдущих встречах говорили, и сейчас я тоже немножечко об этом скажу. Потому что на самом деле у людей есть три причины возражения. То есть первое, это сомнение в целесообразности вообще вот данной покупки, да, условно назовем это, этот наш весь процесс покупкой. Он не знает, целесообразно ли будет, и поэтому он как бы запрашивает у нас дополнительные аргументы для принятия решения. Мы ему рассказываем, что он выиграет в этом случае, да, какие у него будут выгоды, вот. Либо у него просто есть определенная потребность в сборе дополнительной информации, просто информации не хватило, не хватило. И вы тогда задаете вопрос и выясняете, какой именно информации ему не хватило, вот то, что мы сейчас, на предыдущем слайде было, да, вы задаете ему вопросы и выясняете, чего ему не хватило, что ему еще рассказать, что он не так понял или что он недопонял, да. И есть вежливый отказ, когда человек вообще не хочет об этом говорить. Поэтому будьте к этому внимательны. Если вы почувствуете, что человек закрывается, или вы почувствуете, что это человек из категории зрителя, помните, мы говорили про то, что люди делятся на три категории, это игроки, аутсайдеры и зрители. Игрок, который сразу включается в игру, он сразу понял, что ему предлагают, ему это интересно, он включается в игру. С аутсайдером мы немножечко работаем, вот здесь как раз-таки и будут возражения, потому что аутсайдер – это бывший игрок, который потерпел какое-то поражение и немножечко сломался, но он способен играть, поэтому мы с ним немножечко работаем, работаем с его проблемкой, с его возражениями, даем ему дополнительные аргументы, даем ему дополнительную информацию, переводим его в категорию игрок и строим с ним дальше бизнес, строим с ним свою работу дальше. Но есть люди, которые зрители, которые в категории зрителей, которые все знают, но никогда в жизни ничего не будет делать. Он как обыкновенный зритель на диване, который смотрит хоккей или футбол и дает советы игрокам, он точно так же все знает о нашем проекте, он может дать советы, он, как мы называем, диванные критики, диванные аналитики, которые очень умные, но при этом ничего не делают. И мы уже говорили как и на зрителя, так и на того, кто вам дал вежливый отказ, мы не тратим свое время, мы не тратим свою энергию, то есть мы его благодарим и отпускаем. Не распыляемся, потому что это может нас сломать, это может нас где-то сломать, потому что если у нас попадется один, второй, третий человек, а не дай бог они прям подряд будут, или они будут вместе в этот момент вдвоем или втроем, это может нас сломать. Поэтому мы говорим так, все, ребят, ладно, каждый остается при своем, если что, встретимся немножечко позже в какой-то другой момент. И мы тогда на них ничего не тратим, свою энергию. Вот еще раз я возвращаюсь к этому основному побуждающему фактору, что в принципе очень нам помогает работать. Это, мы говорили, у нас есть новый вид визитки, у которой на задней стороне, на оборотной стороне перечислены такие, можно сказать, выгоды, которые могут человека привлечь в наш проект. То есть мы ему объясняем, что для вас очень важно в данный момент, в данный момент жизни, что для вас является важным. Дополнительный доход, либо собственный бизнес, либо финансовая независимость, свободное дополнительное время. И когда человек выбирает, что для него важно, мы тогда с этим можем работать. Мы делаем акцент на то, что именно это вы можете, этого можете достичь, если вы примете участие в нашем проекте. Не забывайте, что основной побуждающий фактор у каждого свой, они у всех людей разные. Вот глядя на слайд, вы тоже можете найти даже свой, что вас побудило принять решение остаться в проекте. И тогда, ориентируясь уже на этот основной побуждающий фактор человека, мы с ним ведем беседу и делаем ему предложение. Еще что хочу сказать о возражениях. Как мы себя ведем, когда мы встречаемся с возражениями? Первое, нам главное осознать. Да, человек будет возражать. Да, ему чего-то не хватает. Да, он чего-то боится. То есть мы осознаем. Мы спокойно принимаем это, потому что для кого-то это риск принять наше предложение. То есть мы это все осознаем. И наша главная задача нейтрализовать. Как мы будем, как мы производим эту нейтрализацию? Это мы даем дополнительную информацию. Из каких базовых групп идет наша аргументация для нейтрализации? Первое, это характеристики нашего транспорта на данный момент. То есть проекта. Мы говорим о технических характеристике. То есть это все, что касается презентации самого транспорта, куда в принципе мы инвестируем. Второе, это выгоды, которые могут быть для данного нашего оппонента. И мы выясняем, кто перед нами, какие ему выгоды важнее. И на эти делаем свои акценты. И, естественно, доказательства. Где это можно посмотреть, где это существует. То есть если ему документы, мы ему ведем в кабинет, показываем документы. Если ему нужны конкретно построенные уже дороги, мы говорим, где это можно. Что-то в экотехнопарках, в инновационном центре, где это можно увидеть, потрогать, пощупать и покататься даже. Да, к сожалению, в этом году у нас не получается побывать в экотехнопарке в Минске. Мы ждем только Экофест онлайн. Он будет, он готовится. И Анатолий Эдуардович все равно традиционное выступление свое сделает. Итоги года подведет. И можно сказать, отчеты о проделанной работе будут сделаны для инвесторов. Мы это ждем. К сожалению, только будет онлайн. Но это тоже здорово, потому что мы знаем, что все, что говорит Анатолий Эдуардович, все, что вышло с его уст, это истина, это правда. Мы на этом можем базировать дальнейшую свою работу. Я думаю, они нас еще порадуют. Также, когда мы работаем с возражениями, мы можем использовать технику Меджамина Франклина. То есть это тоже очень хорошая техника. Мне она очень нравится, и я ее рекомендую делать, потому что с ней справляются даже новички, у которых слабо еще развита вот эта аргументация. Они не могут парировать какие-то, не знаю, глупые вопросы. Ведь вы же знаете, что часто люди откровенно издеваются. Они подкалывают, они задают такие каверзные вопросы. И вот новичку тяжело с этим справиться. Эта техника, она все-таки поможет. Когда мы берем лист бумаги и делим его на две половиночки, и просим клиента написать недостатки. То, что его отпугивает. Вот он начинает возражать, да, и напиши свои возражения. Напиши недостатки вот этого проекта, этой технологии, недостатки того, куда я тебя сейчас зову. Напиши мне. А мы на второй половиночке сами пишем достоинства. Все, мы пишем и выгоды. Ну, все, 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 что мы все самое хорошее. То есть мы все плюсы пишем. С одной стороны, пусть мы напишем недостатки. И поверьте, недостатков будет всегда гораздо меньше, чем достоинств, чем плюсов. Минусов будет меньше, чем плюсов. И это будет наглядно, как на весах, ему показывать, что он не прав, что ему все-таки нужно либо прислушаться, либо поискать дополнительную, или запросить у вас информацию. Да, и для того, чтобы все-таки как-то обратить на это внимание. Поэтому есть у меня в открытых ресурсах есть файлы, работа с возражениями. Там от трех тренеров, можно сказать, из трех источников, три разных вида возражений. Одни были разработаны нами, даже вот нашим Франтишиком Солором. И две другие, у других тренеров я взяла. То есть берите, что вам удобнее, как вам удобнее. Скачивайте этот материал, читайте, пользуйтесь. Возможно, там что-то для вас тоже полезное найдется. И немножечко хочу сказать о конверсии. Что такое конверсия? Для чего она нам нужна? Конверсия – это соотношение выполненных действий к конечному результату. И измеряется она в процентах. Например, я сразу буду говорить о нашем проекте. Если мы написали себе 100 контактов, с которыми нам нужно связаться, то мы смотрим, сколько человек подняли трубку. Сколько человек из этих, кто поднял трубку, согласились на встречу. Сколько пришли на встречу. Сколько выслушали нас. И сколько в конечном итоге людей из этих 100 мы довели до сделки. Вот это и будет процент нашей конверсии. То есть если из 100 человек 10 сделали инвестицию, то значит наша конверсия 10%. Вообще 10% – это нормально для начала, для начинающего. И тогда мы будем смотреть, вот я сейчас расскажу, где на каких этапах мы смотрим, что у нас не срабатывает, где у нас недоработка, чтобы мы могли повысить вот этот процент конверсии, где нам нужно еще поработать, либо обратиться опять-таки к своему наставнику, к своему спонсору, который нам поможет разобраться. И когда мы знаем свою конверсию, учитывая свои ресурсы, свои знания, свои возможности, мы знаем, наша конверсия 10%. Поэтому, когда мы делаем обзвоны и слышим из 10-9 нет, мы себе говорим, ну это нормально, моя же конверсия 10%. Все нормально, то есть это нас не пугает, не расстраивает, не заставляет опустить руки. Вот для этого нужно. Но, естественно, этот процент, конечно же, нужно увеличивать. Смотрите, у нас есть несколько фаз вовлечения. Опять-таки, каждый для себя может выделить их несколько. Я сделала 6. Их можно сделать меньше, можно сделать больше. Смотрите, первое – это поиск потенциального инвестора. Затем первое общение, если это может быть звонок, презентация проекта. Потом первое предложение уже проинвестировать. Да, какой-то, может быть, вам понадобится не с одной встречи. Может быть, вам нужно будет еще встреча какая-то. Сделать ему повторное предложение и в конечном итоге инвестиции. И вот вы смотрите, сколько у вас людей, на какой фазе сейчас. Сколько людей у вас, допустим, уже прошли три фазы. Вы уже сделали презентацию и все. И все застопорилось. И дальше у вас не идет. Вот вы не можете довести этих людей до инвестиций. И вы смотрите, так, у меня вот на этой фазе все застревают. Значит, это я что-то делаю не так. Значит, я делаю неправильно презентацию. Значит, я что-то не додаю, не договариваю. И вы начинаете прокачивать у себя, у себя вот этот пункт, как вы делаете презентацию. Ищите, что вы делаете не так и дорабатываете, да, и доводите до профессионализма. И таким образом вот вы сможете, опять-таки, это тоже будет как шаги к увеличению вашей конверсии, да. То есть вы смотрите, на какой фазе у вас происходит такой вот тормоз, да, определенный тупик. И работаете с собой. Вот. И нужно понимать, знать, вот какой у вас средний цикл вовлечения и сколько на сегодняшний день потенциальных инвесторов у вас на какой фазе. То есть важно, чтобы этих людей, которым вы уже познакомились с проектом, да, и вот они у вас где-то остановились на какой-то фазе, очень важно, чтобы их было не очень много. Потому что когда у вас их огромная масса, вы про многих людей забываете. И вот в пору, допустим, сесть и просмотреть всех своих знакомых, которым вы уже рассказали о проекте. И может быть их прямо на листке разделить на несколько групп. Допустим, вот эти вот 10 человек знают, чем я занимаюсь. И я один раз только с ними встречался и просто рассказывал, что делаю конкретно я. А вот эти 10 человек уже четко знают, что можно проинвестировать. Я им делал презентацию. Они знают о наших возможностях, да. Ну вот тут тоже что-то остановилось. И тогда вы работаете, начинаете вот с этими группами работать буквально с каждым человеком по отдельности. Это да, это труд. Это труд, но он принесет свои результаты. То есть посмотрите, где у вас, можно сказать, зависли люди, с которыми можно поработать, которые могут принести какой-то результат. Потому что, смотрите, вот это, можно сказать, такая дорожка, когда вы нашли человека и где-то на какой-то фазе остановились, то есть какую-то информацию ему дали и не довели его до инвестиции. Вот это называется дорожка успеха, когда вы нашли человека и довели до инвестиций. И вот таких дорожек успеха сколько у вас? Проанализируйте, сколько у вас таких людей, которые уже застряли на какой-то фазе. Если их больше шести, то здесь нужно поработать. Ни в коем случае не брать новых людей, которым вы опять начинаете сначала делать презентацию. Попробуйте поработать с теми, кто у вас уже застрял на какой-то фазе, на какой-то фазе вовлечения. Уменьшите количество вот этих дорожек успеха. Либо вы доводите до инвестиций, либо вы приходите к выводу, что я этого человека оставляю в покое. Все, вы его отодвинули и перешли к следующему. Максимально для хорошей продуктивной работы мы можем запустить шесть таких дорожек, когда мы знаем четко, два у меня на первой фазе, два у меня на второй. Здесь мне нужна повторная встреча, а вот этому нам осталось только сейчас выбрать пакет и сделать инвестицию. То есть шесть человек вы можете в своем поле зрения очень хорошо, комфортно держать и продуктивно с ними работать. Если их больше, то это вы тратите свою энергию и процент вашей конверсии падает. Максимально вы можете шесть человек держать в поле зрения. Поэтому проверьте, сколько у вас таких дорожек успеха уже запущено и попробуйте их всех минимизировать, чтобы у вас была более продуктивная работа. Ну и от чего зависит все-таки доводим мы до инвестиций или не доводим? Конечно же от нашего первого контакта. Что такое первый контакт? Это вот как только вы с человеком встретились, вы знаете, что если это живая встреча, то первое впечатление о себе буквально за первые 90 секунд мы делаем. И никогда у нас нет никогда второго шанса произвести первое впечатление. Это очень важно. Поэтому, когда мы встречаемся с человеком, которого мы пригласили, мы с ним здороваемся, мы представляемся, мы говорим, чем мы занимаемся. Очень хорошо, если мы знаем этого человека по имени, вернее, мы-то знаем его по имени. Очень хорошо, если вы его назовете по имени. Здравствуйте, Владимир. Не просто здравствуйте, меня зовут, а вы его по имени называете. Назвать человека по имени – это уже тоже теплый контакт между вами происходит. Можно сказать, занимаюсь стартапами, которые приносят долгосрочную прибыль. Можно сказать, поддерживаю национную транспортную технологию Skyway. Вы смотрите, какая формулировка вам больше нравится. Что больше будет импонировать вашему дальнейшему рассказу, как вы будете рассказывать. Если вы говорите стартапы, то вы понимаете, вы должны знать, что вообще такое стартапы. Потому что человек может вам тут же хлопать, другой какой-то стартап, что-то начать говорить. Вы должны понимать, что это такое, как они работают. Готовьтесь к этой встрече. Естественно, наш внешний вид. Если мы идем на встречу, на официальную, конечно же, у нас должен быть корпоративный стиль. То есть и в одежде, и в наших аксессуарах. То есть у нас не должен быть, допустим, планшет или ноутбук с треснутым экраном, или с грязными пыльными кнопками, и с прилипшими какими-то крошками. У нас ручка хорошо, если у нас будет именно с логотипом. Возможно, значок где-то на пиджаке. То есть у нас материалы для презентации есть, печатные материалы. Правда, сейчас уже мы не делаем общего количества печатных материалов, не рассылаем. Каждый может либо куратор, либо вы обращаетесь к куратору своему, сказать, так, нам нужны материалы, вы обращаетесь, в принципе, на сегодняшний день, вы обращаетесь ко мне за тем, чтобы получить какой-то макет. Либо к Юрию Шевкуненко. Это наш графический дизайнер. Если вы хотите что-то у себя напечатать, те же визитки, или те же какие-то, не знаю, сделать ручки с логотипом. То есть мы обязательно используем конкретно наш корпоративный стиль во всем, чтобы он был. Еще есть такая рекомендация тоже, где-то я услышала и поняла, что она имеет, так, русское слово надо вспомнить, но имеет смысл об этом сказать, что если вы идете навстречу, и вы правша, если вы несете, допустим, ноутбук или сумку в правой руке, то заранее переложите ее влево, во-первых, для того, чтобы правая рука была свободна сразу для рукопожатия, во-вторых, если это лето, рука может быть слегка вспотевшей, чтобы она немножечко подсохла и проветрилась, потому что очень неприятно пожимать мокрую руку, да, или если вы подходите к человеку, перекладываете ноутбук и с правой руки влево, обнаруживаете, что у вас рука мокрая, и начинаете их там, не знаю, об штаны эту руку вытирать, да, это тоже некрасиво, сделайте это заранее, вот, для того, чтобы вот вы выглядели штабельно, для того, чтобы прийти на эту беседу, что мы готовим, что мы прочитываем, в обязательном порядке смотрим свежие новости, вот что последнее-последнее только-только вышло, да, свежие новости о проекте, заглядываем, если не знаем, не прочитали еще и не знаем наизусть, то время от времени все-таки листаем книгу, либо вот в электронном виде она есть, 100 вопросов, 100 ответов, там очень много информации тоже есть. В обязательном порядке мы имеем какой-то каталог, который либо мы покажем, либо еще лучше буклетик, который мы можем оставить нашему партнеру, с которым мы только что вот разговаривали. Еще рекомендую распечатать список инвестиционных пакетов, то есть это закрытая информация, мы уже говорили, что к ней доступ получают только те, кто уже зарегистрировались, кто открыл свой бэк-офис, да, но новый человек, с которым вы сейчас встречаетесь, он не знает еще нашей информации, поэтому распечатайте список, распечатайте вот этот листочек, где будут наши инвестиционные пакеты, и оставьте его, да, чтобы он остался у нашего собеседника, потом перед глазами он еще много раз в него посмотрит, и возможно это поможет ему что-то выбрать, или вообще даже поможет ему принять решение, когда он увидит, да, здесь выгодное предложение, вот этот пакет вообще мне супер нравится, наверное, я попробую, да, пусть он будет у них перед глазами. Это достаточно такой нужный инструмент для того, чтобы поговорить. Ну и естественно там планшет, телефон, я уже сказала, компьютер, чтобы тоже в хорошем виде был. Вот, ну и рекомендация такая, вспоминаем, кто у нас командир, звезда, гуманист и дипломат, да, и такая рекомендация, что при первом контакте нужно с командиром говорить четко, коротко, конкретно, потому что мы знаем, этот человек, он ориентирован на цель, на достижение этой цели, на путь, как по нему идти, то есть он сам четкий, он знает, что он, чего он хочет, как этого достичь, и точно так же мы ему и делаем презентацию. Со звездой мы открытые, такие же, как и он, доброжелательные, искренние, улыбчивые, потому что этот человек праздник, этот человек открытый, он любит искренность, он сам искренний, поэтому мы с ним так ведем. Гуманист, человек ориентирован на помощь, на общение с людьми, и поэтому мы точно так же проявляем интерес, поддержку какую-то, показываем свою компетентность и искренность. Ну и дипломат, конечно же, мы показываем, какие мы эксперты, да, мы побольше деталей, цифр каких-то, то есть когда мы делаем вот эту вот первую встречу с дипломатом. Вот, чего не нужно делать? Командирам нельзя манипулировать, показывать некомпетентность, быть нечестным, какой-то мямли, не смотреть в глаза, да, со звездой быть неискренним, критиковать, спорить, там, на чем-то настаивать, да, звезда это не любит, когда какое-то идет давление или какая-то критика. Вот, с гуманистом нельзя быстро говорить, нельзя его не слушать, да, тут нужно немножечко быть более участливым к этому человеку, да, говорить спокойнее, выслушать его. Его нельзя торопить решением, потому что он будет очень долго продумывать, взвешивать за и против, то есть такой человек, который, как весы, да, он будет очень много думать и взвешивать. С дипломатом нельзя ни в коем случае преувеличивать ничего, ни цифры, ни выгоду. Ему нужно только четко, только правда, только цифры. Если вы начнете что-то там добавлять, сочинять, придумывать, то, конечно же, вступать, тем более, с ним в спор, потому что дипломат все знает, он все равно покопается в деталях, он потом парирует обязательно какие-то ваши неправильные данные, да, то есть лучше этого не делать, не нужно ничего преувеличивать. Лучше дополнительную какую-то информацию добавьте ему, такую четкую, точную, да, чтобы ему было в чем покопаться и действительно докопаться до сути, да, лучше расскажите ему о том, как у нас риски снижаются и с чем это связано, ему это будет интереснее. Расскажите ему о том, какой путь прошел Юницкий, какое у него образование дипломату, это будет интересно. Ну и не судим, конечно, по внешнему виду. Мы знаем, что мы книгу по обложке не можем судить, и также человека по одежде мы не можем судить, потому что мы с этим человеком можем встретиться в таких иногда, при таких обстоятельствах, да, допустим, если мы познакомились с каким-то байкером, который там в косухе и в казачках на байкере секает, да, с хвостиком, а потом оказывается, что это было его хобби, на самом деле он бизнесмен, и у него есть свой хороший большой бизнес, да. То есть если человек проявил заинтересованность, если вас уже свела судьба, и он вас слушает, то мы ему на все 100% с абсолютным профессионализмом даем информацию, да. То есть если человек проявил заинтересованность, мы с ним работаем и не смотрим, как он в этот момент выглядит. И, может быть, его судьба в данный момент забросила в такое, в такое, не знаю, в такие обстоятельства, что он там как-то вот нереспектабельно выглядит, да. Может быть, это миллионер, который как в передаче переодевается в бедняка и садится и милостыню просит, потому что ему интересно, как люди на это реагируют, да, на самом деле. То есть если человек проявил заинтересованность, еще раз говорю, мы выкладываемся на 100%. Ну и мы сами понимаем, что старт, он не бывает легким. Хоть я и назвала эту, можно сказать, свою дубликацию, свой цикл, как сделать правильные шаги в свой первый, первые правильные шаги в свой маленький бизнес, да, в свой собственный бизнес. Но мы знаем, что эти шаги порой бывают очень сложные. И дорога эта вся бывает очень тернистой. И мы преодолеваем много различных трудностей. Поэтому я желаю вам всем, чтобы у вас хватало сил и знаний, и энергии, ресурсов преодолевать эти трудности. И каждый раз подниматься все выше и выше, вверх по ступенькам к своему успеху. Желаю вам всего хорошего. Связывайтесь, пишите, если что-то вас еще интересует, если вы хотите какие-то еще, не знаю, вопросы задать, может, материалы какие-то получить. Вот, пишите. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. И вот еще раз напоминаю, что наши инвестиционные возможности с 1 сентября меняют дисконт. Вот эти два пакета будут, дисконт будет снижаться. Вот, поэтому смотрите, кто хочет еще, может быть, с кем-то доработать, кого-то довести до инвестиции, где-то какую-то закрыть свою дорожку успеха, у нас еще есть до 1 сентября, буквально несколько дней, когда мы можем воспользоваться возможностью взять хороший пакет. Также принимайте участие в конкурсе. Здесь достаточно большие суммы люди выигрывают. В кабинете вы тоже можете посмотреть статистику. И не забывайте о том, что каждый новичок имеет у нас возможность получить еще плюс 10% к своему пакету, если он проинвестирует в течение первых 7 дней после регистрации. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. И до новых встреч. Встретимся в сентябре. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнам.